привет дружище как то дела я обожаю компьютерные игры и наверное больше всего времени потратил на серию игр gta и если честно любимая часть у меня четвертая я люблю этот весь реализм всю эту мрачность серьезность но в детстве как и многие я потратил кучу времени на gta вайсити и миссия с вертолетиками если честно не такая уж и сложная были посложнее вся эта музыка неон атмосфера меня возвращает в это вот детство в состоянии подростка который играет в gta и когда появилась информация о ремастере трилогии игр 3 вайсити сандреас я прыгал от радости мне 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 если честно даже графику менять не нужно поменять и просто управление на плойке сделать его хотя бы каким-то более актуальным из-за этой новости я решил пофантазировать как могла бы выглядеть графика в этой игре и сделать арт связанный с gta все-таки кучу времени я в ней провел блин можно все-таки для нее и сделать что нибудь за идею арта я взял кадр со съемки чуваков из сериала майами вайс мне здесь очень сильно понравилась композиция этот весь кадр сверху машина по диагонали и еще я подумал как будет круто в отражении стекла сделать отражение неоновой вывески ocean view там вся эта атмосфера я набрал референсов и начал создавать сцену в 3d к сожалению у меня нету спидпоинта с этого этапа из-за того что у меня и так комп еле тянет blender с кучей персонажей там а если я еще включаю захват экрана это очень сильно тормозит железо это очень сильно тормозит комп и запись идет в два три fps что не есть нормой поэтому просто разберем готовую же сцену я сделал персонажа в даст 3d как и раньше как и в других своих работах и выставил его позу до согласен лицо тут вообще не похоже на томе но я знал то что буду использовать фотографии использовать нейронную сеть для того чтобы поменять быстрое лицо использовал здесь только одежду и какую-то прическу похоже на то что было в игре прикинул я эту модель у blender скачал готовую уже машину это infernus classic насколько я помню добавил сюда асфальт и из плейнов создал какие-то примитивные стены и окна и закинул сюда svg-шку с логотипом ocean view для того чтобы сделать из нее эту неоновую вывеску добавил пальмы растения листы газет на асфальте ступеньки и клумбы и добавил какого-то мокрого асфальта для того чтобы были отражения но готовой версии они если честно не очень сильно даже заметны когда это все отрендерил перекинул в photoshop первым делом я заменил ему лицо и для этого использовал лицо томи из другой работы которая была в интернете подогнал ее по яркости нарисовал ему щетину и начал дорисовать волосы на очках делать ту прическу которая была в игре вот и для этого использовал референс я два раза сделал рендер один где томи в очках другой без очков в одном были листья пальм в другом не было и из них я начал более гибко комбинировать то что я хотел получить в финальной работе также был рендер с одним источником света от которого падала тень с пальмы на машину на томи и на окружении вообще вырезал пальмы затемнил фон и также добавил мокрого асфальта дорисовал свечение от фар затемнил часть ступенек и клумбы и подкорректировал цвет джинс накинул сюда рендер где только один источник света для объема и начал удалять лишнюю тень которая мне не нужна была в работе заменил диски на какие-то более стильные использовал их из ламбы вроде бы стильно также накинул сюда эти газеты которые были раскиданы по всему вайсити наверное было логичнее использовать сразу эту текстуру в блендере и не тратить на это время но почему-то я захотел сделать так и когда добавление всех элементов в фотошопе я закончил я приступил к прорисовке деталей света в procreate нарисовал больше прядей волос добавил ему контрола света еще больше деталей щетины ну и золотую цепь конечно же добавил всех этих деталей которых не хватало на машине из-за ее низкой полигональности и в целом добавил больше каких-то шероховатостей царапин каких-то трещин на фон чтобы он не выглядел слишком каким-то прилизанным чистым как говорится больше грязи больше связи в целом здесь очень много было проделанной работы с контровиком я хотел чтобы с левой стороны светила розовая вывеска на него а с правой стороны были какие-то холодные циановые свечения дальше я большой кистью накидал крупные такие участки света после этих крупных деталей я перешел более мелким а крупные участки я размыл пальцем и стирал ластиком зачем я накидал крупной кистью чтобы потом включать этот слой и смотреть куда должен падать свет и где я его еще не прорисовал потом конечно же опять эту работу перекинул photoshop где я делал цвет корр добавил контраста с помощью кривых делаю с образный и начал править цвета в садить в color начал все эти цвета сводить теплые каким-то более розовым а холодное просто уводить в циан и сделать чтобы с левого верхнего угла светил теплый источник света а с правого нижнего холодный высветлил самого томми потому что он мне показался мне теория каким-то слишком темным и сливающимся с фоном и все шум там хроматические аберрации фотография готова и вот конечный результат всей этой работы ставь мне лайк за эту работу делись этой фотографией в соц сетях можешь видос репостить можешь фотографию и работу репостить мне от этого будет безумно приятно а с вами был андрей белый и увидимся